Проблемы с горячей водой у жителей дома 26 по улице Сурикова начались давно. В трубы она поступает из Судогодского водозабора. Вода жесткая и трубы быстро забивались. Приходилось постоянно чистить. Для этого использовали химические средства. Теперь во все квартиры, девятиэтажки, вода будет поступать через оборудование нижегородских разработчиков. Этот пластинчатый водонагреватель хоть и стоит дорого, но со временем минимизирует убытки. Чистить его очень просто. Чтобы вот этот весь бойлер промыть, это очень большие деньги и очень большие затраты. Здесь просто снимаются эти болты и каждая пластинка просто очищается и опять ставится. Буквально за час это все делается. ЖРЭП номер 8 – одна из организаций, получивших лицензию. Сегодня она управляет 159 домами, но в скором времени список может расшириться. Уже известно, что 10 новых домов готовы начать обслуживать и Владимирская управляющая компания. Жильцы приняли такое решение на общих собраниях. Что значит в срочном порядке готовиться к зиме, в оправ организации хорошо знают. Сейчас у нее 35 домов. Многие из них заключили договоры как раз перед началом прошлого отопительного сезона. Основная масса домов, которая находится на сегодняшний день в управлении, пришла либо уже в сентябре месяце, когда подготовиться к отопительному сезону было достаточно проблематично, либо в зимний период, когда уже шел отопительный сезон. Но тем не менее все проблемы, которые возникали на домах, все были решены. То есть жители у нас были с теплом. Дом на Новоимской-2, похоже, встретит следующую зиму с нормальной крышей. В феврале жильцы буквально сбежали от предыдущей управорганизации, в которой закрывали глаза на то, что после дождей сыро не только в квартирах на последнем этаже, но и у соседей, проживающих ниже. Обращались с крышей, вот лично я сама к Зайцеву ходила, обращалась с крышей, говорю, почему нам с крыши не делать, ведь в 5-процентной, там 15-процентной. Он сказал, у вас денег нет. Я говорю, ну куда же наши деньги-то уходят? Все-таки все равно с каждой квартирой где-то по 900, где-то по 1000. Он сказал, на мусор, на вывоз мусора. Дом вошел в программу капремонта. После смены управорганизации все осталось в силе. Ремонт жителям скоро сделают. И новых дождей они уже не опасаются. Люди стали замечать реальную работу. Подрядчик заехал на этот дом, начал выполнять подготовительные работы и в соответствии со сроками выполнит капитальный ремонт кровли. То есть в этом отношении опасаться жителям домов, что там не будет выполнена программа капремонта, не стоит. В некоторых управляющих организациях проводят специальные собрания старших по домам, чтобы помочь скорректировать программу капремонта. Это тоже часть подготовки к зиме. Ведь с наступлением холодов как никогда становятся ощутимы все проблемы дома и недочеты в работе управорганизации. Василий Косенко, Артем Горчаков, Шестой канал. Субтитры сделал DimaTorzok